Друзья, всем привет! По многочисленным просьбам записываю инструкцию, как зарегистрироваться в кошельке MetaMask. Это один из самых таких нужных кошельков, где можно хранить криптовалюту, участвовать в различных проектах и аирдропах. Один из способов, переходим, например, в Google Play или App Store, вводим в поиски MetaMask и устанавливаем себе приложение. Но сейчас я хочу показать другой способ, как можно установить именно расширение в браузере для мобильных устройств. Процедура регистрации именно в кошельке точно такая же, как и в приложении, но не все знают, как можно установить именно расширение. Иногда это бывает очень удобно. Для этого нам понадобится Яндекс.Браузер. Также в поиске вводим Яндекс.Браузер и устанавливаем себе Яндекс.Браузер. После установки нажимаем открыть. Далее в поиске вводим MetaMask расширение Найти И вот переходим по первой ссылке Ссылка должна быть именно такая ChromeGoogle.com Переходим по данной ссылке У нас открывается магазин расширений И ищем кнопку установить Нажимаем установить Установить расширение Далее у нас открывается расширение Нажимаем Я согласен И создать новый кошелек Обязательно знакомимся с информацией Нажимаем Я согласен Придумываем пароль из восьми знаков Ставим галочку Создать новый кошелек Можно посмотреть короткое видео Также знакомимся с краткой информацией По безопасности Акцентировать внимание на этом не буду Поэтому нажму напомнить позже Все, кошелек мы создали Понятно Далее Выполнено Все, кошелек мы установили Теперь нажимаем на три точки В поисковой строке Спускаемся ниже И ищем вкладку расширения Выбираем метамаск Все, кошелек мы уже создали Знакомимся также с информацией Теперь нам нужно сохранить Сид фразу данного кошелька Если мы ее потеряем Доступ к кошельку мы тоже можем потерять Далее нажимаем в правом верхнем углу На три точки Настройки Безопасность и конфиденциальность Показать секретную фразу для восстановления В одном поле вводим свой пароль Который указали при регистрации Далее Удерживайте для отображения СВФ Вот она наша секретная фраза Нам нужно скопировать ее в буфер обмена Либо переписать на листочек Чтобы не потерять Или в каком-либо файлике И этот файлик запаролить На этом у меня все Всем спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok